Традиционные религии, практикуемые в Казахстане, едины в своей веротерпимости. Правильная религия по умолчанию не может призывать к вражде, насилию или разбою. У настоящей веры другая миссия – нести свет, терпимость, мир и дружелюбие. Вера – это мощная сила, призванная приумножить благополучие человечества, обогатить и укрепить его духовность. Она ни в коем случае не призывает к войне, не учит убивать или проливать кровь невинных людей. От каждого нас зависит будущее нашего государства. В президентской политике вот это. Я хочу, что каждый казахстанец был таким патриотом своей страны. И с соседями надо жить. Если ты будешь так делать, он будет, он будет, все будут делать. Наши внуки будут жить в мире. В покое. Вот эта политика мы должны вести. Все зависит от нас, от общества, от казахстанского народа. Гуманизм и любовь к ближнему – это понятие объединяет традиционные конфессии, действующие в Казахстане, и в столпах ислама, и в постулатах иудаизма, и в заповедях христианской веры первые слова о почитании и любви к Богу, а остальные – об отношении к ближнему. Республика Казахстан – это уникальное государство, на территории которого проживают порядка 130 разных этносов. За годы независимости в нашей стране не было никаких конфликтов на межэтнической основе. Многие зарубежные страны, они исследуют опыт Республики Казахстан именно по вопросу, что в нашей стране мир, согласие, дружба, взаимопонимание, несмотря на то, что у нас большое поликультурное государство. Основные каноны даны верующему человеку в дополнение к его нравственному сознанию, совести. Они помогают ему жить и строить отношения как со Всевышним, так и с людьми. Человек, хорошо познавший основы своей религии, будет с уважением и пониманием относиться к принципам и канонам другой. Наш Казахстан очень славится именно, что мы живем в мире с согласием. И у нас получается, что в Казахстане очень много людей, которые не по своей воле оказались в нашей стране. И они благодарят Казахстан, благодарят нашу «желтую степь», что она когда-то приютила их. Это общий наш дом, это общий наш край. В Конституции записано, что мы имеем право изучать родной язык, традиции, обычаи. Истинной вере не мешают традиции, сложившиеся веками у народа. Она не перечеркивает его историю, не рушит семьи. Традиционные религии строятся на гармонии веры и разума. Они не требуют слепого следования. Они призывают задуматься о Всевышнем, о Душе, о праведной мирской жизни.